Ситуация в финансовом секторе Верхневолжья, национальные экономические макротренды, работа с инвесторами и комплексное развитие территорий. Эти и другие вопросы были в фокусе внимания участников расширенной коллегии регионального Минэкономразвития, состоявшейся в четверг в Твери. Участие в коллегии приняли более 120 человек. Представители правительства Тверской области, экономических служб, муниципалитетов, предприятий, региональных отделений Центробанка и Сбербанка, преподаватели, руководители институтов развития Верхневолжья. Одним из важнейших рассмотренных вопросов было экономическое положение страны в условиях санкций. Им Россия вполне успешно противостоит, отмечали докладчики. Выяснилось, что российская экономика не является исключительно бензоколонкой. Она производит огромное количество вещей, которые критически важны для всего мира. Среди других тем обсуждения коллегии прогноз социально-экономического развития Тверской области на ближайшие три года. Как отметил на одном из заседаний регионального Кабмина губернатор Игорь Руденя, этот документ должен учитывать как позитивные тенденции, которые формируются в нашей области, так и внешнее санкционное давление. В докладе руководителя регионального отделения Центробанка была освещена ситуация в финансовом секторе Верхневолжья. Средства населения в годовом выражении, остатки средств населения в Юнии увеличились на 17%, в том числе на срочных вкладах на 9% и на текущих счетах на 34%. Что касается экономического развития региона в целом, то по словам заместителя-председателя правительства Тверской области Ивана Егорова, в Верхневолжье зафиксирован рекордный рост промышленности, в секторе АПК растет объем инвестиций. Главное не останавливаться на достигнутом. Я бы хотел, чтобы сегодня мы перешли от просто понимания, что мы выросли, к пониманию, почему мы это сделали. Но самое главное, сделать еще один шаг. А как сделать так, чтобы этот рост был, а, устойчивым, б, так и знаете, органическим. Что это не какая-то экзогенная штука, которая просто мы выиграли в лотерею, а это действительно рост, который складывается для наших с вами действий. В ходе заседания коллегии были также рассмотрены основные подходы к внедрению регионального инвестиционного стандарта. Механизмы реализации проектов комплексного развития территорий обсуждались вопросы, связанные с переходом на новую систему управления государственными программами Тверской области. Порядка 170...